День главный НРБК, самое важное и значимое к этой минуте. Андрей Левченко и с нами по-прежнему наш эксперт, ведущий президент Центра экономики и инфраструктуры Владимир Косой. Владимир, приветствуем еще раз. Да, ну начну сообщение, которое появилось в телеграм-канале правительства в пятницу вечером. Буду цитировать. Итак, Россия вводит временное ограничение на экспорт обогащенного урана. Постановление об этом подписано. Речь идет о вывозе обогащенного урана в США или по внешнеторговым договорам с заключенными с лицами, зарегистрированными в юрисдикции США. Исключение составляет поставки по разовому лицензию, выданным Федеральной службой по техническому и экспортному контролю. Решение принято по указанию президента в ответ на введенный США на 2024-2027 годы ограничение и запрет с 28-го года на импорт российской урановой продукции. Проанализирует возможность ограничения поставок на внешний рынок этого сырья Владимир Путин поручил в сентябре на совещание правительства. В сентябре, кстати говоря, цитата такая была, нам ограничивают поставки ряда товаров, но может быть нам тоже подумать об определенных ограничениях. Уран, титан, никель, себе во вред только ничего не нужно делать. Это вот как раз на заседании. Видимо изучили. И быстро, кстати, если в сентябре заседание, в 18-е уже ограничение. Владимир, с чем это связано? И вот главное, себе не во вред ничего не нужно делать. Ну смотрите, с ураном после того, как в мае было принято решение администрации США, достаточно серьезная проблема. Дело в том, что подводка сводится к следующему. Она примерно такая же, как была с российским космосом. То есть Соединенные Штаты оставляют себе лазейку для возможности закупки российского урана с одной стороны. С другой стороны, они открывают путь к тому, чтобы вводить санкции, в том числе против российского Росатома. И... Да, при этом оставляя себе время на то, чтобы активизировать обогащение урана, там новые поставки обогащенного. То есть, если комментировать решение российского правительства, поскольку в противном случае можно было бы считать, что это выстрел себе в ногу, я бы прокомментировал так. Видимо, есть достаточно серьезное основание считать, что Росатом ждут в дальнейшем какие-то неприятности. И нет смысла дальше делать хорошую мину при плохой игре. То есть, уже сегодня надо решать вопрос с перенаправкой определенного количества обогащенного урана в другие страны есть, куда отправить, так сказать, выстраивать совершенно другую, опять же, новые логистические коридоры. Ну, вы знаете, для страны, конечно, сырьевой экономикой, как Российская Федерация, довольно опасные игры с сокращением поставки тех или иных видов продукции на мировые рынки. Потому что, что называется, свято место пусто не бывает. И если Россия на сегодняшний день 40% обрабатывающих мощностей имеет по производству и обогащению урана, то эта ситуация в течение нескольких лет может довольно существенно поменяться. Но при этом наиболее важным, с нашей точки зрения, моментом может являться вопрос о том, где работают российские ядерные технологии. Потому что, если та или иная атомная электростанция построена под определенный вид топлива, насколько я понимаю, технологически, я, конечно, не специалист, технологически очень сложно переключиться на другую. То есть нельзя просто экспортировать, да, необходимо выстраивать технологическую инфраструктуру. Я просто одну цифру хочу привести. Как бы нет смысла там терять экспортные поставки. Доля США в наших поставках 1,2%. Понимаете? Наш уран для США это огромная часть, там, по-моему, 35%. Для нас это 1,2%. Ну, все равно разбрасываться это печально. Это печально, отсюда учитывая, что цены, цены, разумеется, подскочили на новостях. Владимир Ахилийский, наш финансовый обозреватель, нам расскажет, что там на рынке, на урановом происходит. Володь, еще раз привет. Да, коллега, еще раз привет. И здесь действительно реакцию на рынке мы увидели практически мгновенно. Но сразу стоит оговориться, что уран в силу своей специфичности все-таки товар не совсем биржевой, напрямую его приобрести нельзя. А инвесторам, заинтересованным в том, чтобы заработать на уране, доступны фьючерсы, несколько публичных компаний крупнейших мировых. Вот на них давайте посмотрим в первую очередь. Начнем с фьючерса, который в ноябре. Интересную динамику показал. В ноябре он вообще достаточно сильно упал. Если мы по графику с вами посмотрим, увидим. Годовой минимум практически был в ноябре. Там и Казатомэкспорт отчитался о том, что хорошо за три квартала на 9% увеличил производство. Но вот новости идут о том, что Россия ограничивает поставки в США. И смотрите, какой рост сразу значительный. прибавляет сильно уран. Уже больше 82,6. В моменте было 84 долларов за фунт. Это мы про фьючерс говорим. То есть реакция мгновенная. И вот теперь непосредственно, если мы с вами перейдем к компаниям. Давайте с Комико начнем. Это канадская крупная компания по производству урана. Она на премаркете уже прибавляет порядка 9 десятых процента. Почти процент уже доходит. Но здесь тоже все согласно урановым ценам идет. Спад был, правда, небольшой, но резкий рост. То есть хорошо компания может заработать, в принципе. И если на Казахскую посмотрим, Казахстан действительно один из крупнейших, не один из, а крупнейший мировой производитель урана. 45 процентов по средним подсчетам на него приходится. И вот Казатомпром, не экспорт, конечно, как я ранее сказал, а Казатомпром, который читался, что и за три квартала у него все хорошо, и на 9 процентов он увеличил производство, еще растет на больше, чем 3 процента. Смотрите, 3,22. Котировки компании прибавляют. Это действительно заметно. А вот теперь о значении кратко буквально скажу российского экспорта урана на мировом рынке. Вообще доля России на мировом атомном рынке. Давайте посмотрим на две важные цифры. Во-первых, что касается обогащения. Да, Казахстан один из крупнейших производителей, но Россия, вот Владимир сказал, 40 процентов по обогащению. Тут рейтер уточнил, посчитал еще и вывел, что 44 процента. 44 процента приходится мирового обогащения урана на непосредственно Россию. И что касается структуры экспорта и импорта, да, Андрей верно сказал, для России и США это всего лишь 1,2 процента. Но для США действительно это больше трети. Это 35 процентов. Поэтому для штатов это будет больно. Если для России этот в моменте объем практически ничего не скажется, хотя, конечно, и процент терять тоже больно, то для штатов заменить треть сразу удастся, конечно же, сложно. Потому что, ну, все-таки, господа, это треть. Обогащает уран не так много стран в мире, не так много, кто располагает подобными технологиями. Поэтому будем следить за посредствами. Вот цифры для закрепления еще раз. Я думаю, сослаться на них еще может быть в течение эфира. Спасибо. Спасибо. Володь, Владимир Архирейский был на связи с нами. Подключаю, Марию Гирич. С нами на связи эксперт Центра компетенции анализа стандартов Организации экономического сотрудничества и развития Ранхикс. Мария, приветствую вас. Здравствуйте. Ну вот, хотелось бы услышать от вас, как от эксперта, последствия такого решения. Вот Владимир произнес такое словосочетание. Не выстрелил ли это себе в ногу? Кому будет больно, в общем, да, Мария? Соединенным Штатам? Или вот нам тоже придется? У нас на рынке атомной энергии тоже конкуренция последняя. Но она достаточно долго жесткая. Сейчас она и всегда была политизированная. Но последнее время мы смотрим на тот же Казахстан. Все еще веселее становится. Ну, тут действительно, как правильно говорят эксперты, у нас на Россию, Россия, по-моему, шестое место в мире по добыче урана занимает. И более, по данным Евратома, более двух третей даже мощностей по обогащению урана может приходиться на Россию. И на самом деле есть еще также данные Евратома. К 2035 году Россия по-прежнему там будет обеспечивать существенную долю таких мощностей. Там около 30 процентов обещают. Конечно, сам по себе запрет, точнее, временное ограничение на экспорт. Это, с одной стороны, действительно создает определенные барьеры для того, чтобы торговать с США ураном. Тем не менее, у нас есть и множество других стран, куда тоже поставляется российский уран. Это около 30 стран. Примерно там более 440, по-моему, атомных станций, где используется российских уран. И плюс Росатом еще строит на данный момент более 30 станций в Индии, в Белоруссии, в Китае, даже в Венгрии, в связи с чем тот же Европейский Союз не может себе позволить ввести санкции, потому что против таких санкций будет Франция и Германия, которые... Ну, Германия уже не участвует, но та же Франция участвует вместе с Росатомом в строительстве венгерских атомных реакторов. И, соответственно, все эти атомные реакторы также придется поставлять топливо. Ну и в целом, конечно, тут есть проблема того, что у России есть определенные уникальные услуги. Например, уран... Есть высокопробный, низкообогащенный уран-холей, который производит только Росатом. И, например, в США такого типа уран, он там более 19% у него обогащения, но не 20%. Как бы надо понимать, что с 20% это уже не для гражданской ядерной энергетики, а уран, который может использоваться и в военных целях для ядерных боеголовок. Вот. И, допустим, у Росатома есть уникальный продукт, который производит только Росатом и который используется на множестве станций в США. И поставки его составляют 99%. И никто не может придумать аналогичный товар, аналогичный тип уранового топлива. Ну и в целом, можно сказать, что сейчас США запустила, например, программу в рамках закона о снижении инфляции, где будет предоставлено около 700 миллионов долларов на как раз-таки развитие высокопробного низкообогащенного урана. Но, насколько мне известно, множество проектов пока провалились в США. То есть, как такового продукта они не получили. Аналогичному тому, что производится и предоставляется России. Поэтому, конечно, какие-то определенные ограничения будут. Но, тем не менее, у нас даже в России запрет, точнее, ограничение, оно, во-первых, временное. Во-вторых, есть определенное послабление, возможность по разовой лицензии в стек все-таки вывозить ураны. Мария, тут у Владимира вопрос к вам. Очень интересно. Мария, вы знаете, вопрос такой. А где используется высокообогащенный уран? Я имею в виду не для военных целей, а в мирной промышленности? Кроме энергетики? В основном, как раз-таки, в энергетике. В энергетике? В энергетике, либо в качестве топлива на кораблях, в реакторах или подводных лодках, в ледоколах. Ну, то есть, это генерация, да. Ну, подводные лодки не совсем мирные. Ну, да, да. Главный редактор, основатель научно-делового портала «Атомная энергия-2.0» Павел Яковлев на связи с нами. Павел, приветствуем вас. Простой вопрос. Какими вы видите, ну, как простой, очень, он такой, многогранный, какими вы видите последствия, собственно, этого запрета? Для нас, для Соединенных Штатов, для мировой атомной энергетики? Ну, вот интересно, для США. Потому что вот для нас Мария достаточно четко обрисовала, если я правильно понял, последствия минимальны. А вот США, пока, да. Как будут выходить из этой ситуации? Добрый день, коллеги. Действительно, очень интересный, актуальный вопрос. В США сейчас действуют две программы. Это, в первую очередь, существующая гражданская коммерческая ядерная энергетика на действующем парке АЭС. Это водоподвижные реакторы, которые как раз работают на классическом низкообогащенном уране до 5%. И в последнее время США их практически не строят. Они с огромным трудом ввели в эксплуатацию два последних блока. И они сейчас в большей степени делают ставки на как раз вот этот низкопробный высокообощенный уран, холей, благодаря которому они создают целую цепочку поставок новых усовершенствованных передовых реакторов уже четвертого поколения. Это жидко-салевые реакторы, высокотемпературные реакторы, микрореакторы, транспортабельные реакторы. И, конечно, даже космические программы тоже будут работать на этом уране. У них большие программы, проекты по освоению Луны, ближнего космоса, полеты на Марс. И вот для этого в последний год было сделано этой страной достаточно много инвестиций, в том числе в новые технологии обогащения урана. Буквально на прошлой неделе один из стартапов вложил 2 миллиона долларов в компанию по лазерному обогащению урана. Это стартап новый. И вот эти две ветки развития, существующая, и инновационная ядерная энергетика, вот в этом отношении будет, так сказать, развиваться вся вот эта игра на рынке урана. В то же время Европа публикует прозрачные данные. Я не могу сказать, что данные США абсолютно прозрачные. В Европе мы в прошлом году поставили 30% обогащенного урана. И в данный момент это значительный рынок для нас. И поэтому для Российской Федерации и еще Советского Союза были сделаны колоссальнейшие вложения в строительство заводов по обогащению урана, на Уральске, в Северске, в некоторых других городах закрытых. И это наши закрытые города, это наше дополнительное производство. Павел, но все-таки насколько критично для США наше решение? В данный момент действует сохранение текущих контрактов, насколько я понимаю. Это запретно временный, имеется в виду отношение новых контрактов. Поэтому сейчас в большей степени это ситуация информационная. Но как рынок на это будет далее в течение полугода-года реагировать, уже конкретные поставщики, конкретные контракты, вот это будет интересно посмотреть. И в то же время на рынке действует множество хеджевых фондов, которые временно закупают уран, в том числе обогащенные из самых разных стран мира, они могут располагаться. И потом его перепродают. То есть рынок урана, хоть он и достаточно обогащенный ураном, монополизирован, но в то же время там действуют международные организации. И даже есть международные банки обогащенного урана, которые созданы при поддержке МАГАТЭ в России, как раз они способствуют обеспечению надежности и гарантии состава. Но в любом случае спрос будет расти. Вот мы сегодня говорили про G20, про зеленую повестку. Как раз атомная энергетика ей отводится такая серьезная роль. Ежегодно плюс 3% в общем объеме энергодобычи отводится атомная энергетика. Один момент, то есть соответственно и спрос будет. А вот другой момент. Нигер, министр горнодобывающей промышленности в Россию приезжал и вот он пригласил российские компании для разведки и добычи природных ресурсов страны, в том числе урана. Павел, вот насколько нам интересен этот проект? Стоит ли в него, так сказать, заходить и какие-то, так сказать, плюшки там видятся для нас? Новые разработки урана, они достаточно дорогостоящие. Нужны большие инвестиции в рудники, сотрудничество с государством, в кадровые ресурсы. По моему мнению, уже накоплен достаточно хороший запас природного урана у ключевых игроков. И новые проекты, и сотрудничество, например, с странами Африки, они больше политические, что крайне важно в современной текущей политической стране. Да, все верно. Росатом активно работает в Африке, в общем-то, очевидным образом только будет наращивать свои мощности там, потому что это во многом элемент такой российской софт-пауэр. Мария, что думаете относительно строительства атомной станции в Казахстане? Построим или нет? Ну, просто мнение вы следите, я думаю, более детально. Эта история глубоко, понятно, политизирована, если смотреть на экономическую составляющую. Казахстану выгодно работать с Росатомом? Ну, насколько мне известно, он уже и так работает с Росатомом. И даже есть такой момент, что обсуждалось запрет США, он может быть и нереализован в полной мере, просто потому что некоторые, там, российские Росатом закупают топливо из Казахстана. И тоже как возможность такая обойти санкции США. Сложно сказать, будет построен, нет. Да, к сожалению, вопрос очень политизированный до крайней степени. Ждем референдума или постройки. Друзья, спасибо большое, мы сейчас прервемся. Впереди новости, а затем про майнинг.